Да, вы знаете, тут, ну, я плавно переходя от Саакашвили, о том, что говорили, что у Саакашвили может не те полномочия, какой у него мандат и так далее, и так далее. Я хочу сказать о том, что, по сути, власть не дают, власть берут. Несмотря на то, что я достаточно активно всеми силами, как народный депутат, пытался помочь губернатору Кихтенко, вы можете сравнить две области, Луганскую область и Донецкую область. Луганского губернатора Москаля, который великолепно выстроил взаимоотношения с МВД, с прокуратурой, с СБУ, возглавил военно-гражданскую администрацию, нашел патриотические кадры и поставил, ну, по сути, там, где это нужно было, в каждом городе руководителя военной гражданской администрации. И, к сожалению, Александр Кихтенко, по моему мнению, не до конца справился с работой, не реализовал тех ожиданий, которые на него возлагали. Да, это боевой генерал с таким серьезным стержнем, но, тем не менее, на такой должности, в первую очередь, наверное, нужно быть, ну, в первую очередь, коммуникатором таким. Я думаю, что в ближайшие дни президент подпишет отставку губернатора Кихтенко. На эту должность должен стать такое молодое, ну, в политической плоскости, да, молодое лицо. Я думаю, что с опытом работы спецслужб, наверняка это будет или работник СБУ бывший, и, ну, это должен быть на 100%. Вы так говорите, как будто у вас какой-то инсайд есть. Нет, у меня нет инсайда, я просто знаю о том, насколько долго муссировалась эта тема, и я знаю о том, что президент, в администрации президента активно проходили собеседование на эту должность. А вас не приглашали в качестве одного из соискателей, если секрет? Вы знаете, я... Егор без опыта в СБУ. Я думаю, всеми своими силами, как народный депутат, готов помогать новому губернатору в построении, скажем, проукраинской власти в Донецкой области. Хорошо.